Ищи, молимся Тебе, Господи, Спасителю нашему, Ежи, приятней молитвы нас, недостойных рабов Твоих. В сию годину испытание, пришедшую на Русь святую, Об ишедшим об и душею в Розе, Ежи, явите спасение Твое. Рцем си Господи, услыши и помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, ищи, молимся в ближе благослей, и милости, презрите на воинство, и вся защитники Отечества нашего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Христос Воскресе! Мы находимся с вами в крестильном храме Христорождественского кафедрального собора города Челябинска. Этот храм посвящен крестителю Руси, равноапостольному князю Владимиру. Здесь сегодня развернута фото-выставка, которая получает название «Сила в вере». Автором выставки является челябинский фотохудожник Сергей Коляскин. И тот материал, который мы с вами видим, он как раз был собран в результате многочисленных командировок в зону специальной военной операции. Это финальная часть моей трилогии. Первая часть была «Сила в правде», вторая часть «Сила в любви», и это заключительная часть «Сила в вере». Лучше всего ее посмотреть, прочувствовать. Здесь находятся фотографии, начиная от Челябинского кафедрального собора, где провожают бойцов в зону специальной военной операции. Здесь находится главный храм вооруженных сил. 9 мая молебен, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Здесь находится Сталинград наш, тоже 9 мая. Здесь находится уже зона специальной военной операции. Это фотографии, снятые как в тылу, так и на передовой. В самых разных местах это ЛНР, это ДНР, это Запорожье и Херсонская область. Везде есть фотографии с бойцами, со священнослужителями, с церквями, с процессами разрушения, с процессами восстановления. Все это объединилось в такую вот общую концепцию, я надеюсь, которая будет интересна и понятна зрителю. Мы неоднократно посещали многострадальную землю Донбасса. Мы видели разрушенные святыни, видели святыни, которые воскресают из пепла. Видели людей, видели жизнь простых людей там под бомбами и снарядами. И вот эта экспозиция, это попытка рассказать доступным языком фотографии о том, как сегодня выглядит наша сила в вере, наше с вами убеждение. На этих снимках мгновения, выхваченные из жизни, то, что мы увидели своими глазами, то, чем мы хотели поделиться, как участники специальной военной операции, как те люди, которые неоднократно выезжают туда, для того, чтобы поддержать наших военнослужащих, поддержать мирных жителей, способствовать скорейшему восстановлению мирной жизни. Союз ветеранов спецназа Главного разведного управления, это организация, с которой мы вместе покрываем тысячи километров для того, чтобы оказаться в том или ином месте на линии боевого соприкосновения. От Луганска до Херсонской области пролегают наши маршруты. И сейчас мы можем с вами увидеть то, что запечатлено на этих снимках, эти кадры, которые передают нам наше желание скорее увидеть победу, наше желание силой веры поддержать тех, кто сегодня стоит в одном воинском строю, кто сегодня старается и способствует делать все, чтобы как можно скорее воцарился мир на русской земле и как можно скорее был побежден нацизм. Посмотрите на эти снимки, они были сделаны в разное время. Здесь есть фотографии, которые относятся к 2022 году, тогда, когда еще специальная военная операция была в самом начале, и очень мало кто представлял, как она будет развиваться и как она будет выглядеть. Здесь есть снимки, которые относятся к совсем недавнему прошлому. Вот снимок разрушенного храма Архангела Михаила в многострадальной Авдеевке, совсем недавно, только освобожденной русскими войсками. А вот если мы обратимся сюда, то мы увидим, что здесь прекрасные кадры, которые свидетельствуют о восстановлении святынь. Вот храм преображения Господня в городе Волноваха Донецкой Народной Республики, который был совершенно разрушен огнем отступающих вооруженных сил Украины. Вот его настоятель, отец Александр, на фоне этой выщербленной стены показывает, насколько жестоким был бой, это самый центр города. А вот теперь мы видим первое богослужение в этом храме в день преображения Господня. И храм этот восстановлен Челябинской областью, нашими с вами чаяниями, нашими с вами молитвами, нашими с вами надеждами. Мы надеемся, что очень скоро на многострадальную землю вернется долгожданный мир. Мы очень надеемся на то, что те воины, которые сегодня стоят в нашем едином строю, живыми и здоровыми вернутся домой. Вот посмотрите, какой замечательный кадр был сделан на ночном блокпосту под Углидаром. Это наш солдат вооруженных сил российской армии, у него в руках иконочка челябинских святых. Это для нас тоже такое знамение, потому что люди с большой благодарностью принимают святыни, которые мы им передаем. А мы стараемся отдать им часть своего душевного и духовного тепла, поделиться с ними теми надеждами на их скорейшее возвращение домой. Здесь, на этих кадрах, вот такой молебен в ночном лесу. Это действительно происходит ночью, около половины первого ночи. Мы прибыли под Луганск, и там, в одной из воинских частей Центрального военного округа, наших земляков из Челябинской области, но, впрочем, и не только из Челябинской области, совершили вот такой молебен. Там были непривычные минус 27 градусов, что, конечно, вообще даже для января этого времени является достаточно серьезной температурой. Вглядитесь в эти лица, посмотрите в эти кадры, на этих людей, молящихся в возобновленном храме, на храмы, которые еще нуждаются в восстановлении, которые еще находятся в печальной разрухе войны. И убедитесь в том, что действительно, сила веры, о которой мы говорим, то, что сегодня делаем мы все с вами, внося свой посильный вклад в общее дело, в победу, это по-настоящему духовное делание. Это то, что сегодня так необходимо каждому из нас, нашим воинам, нашим защитникам, нашим трудящимся людям в тылу, нашим ветеранам, нашим добровольцам. И пусть придет долгожданная победа. Мы очень на это надеемся и очень в это верим. И в этой вере заключается сила нашего великого русского народа. Господи Божьей сил, Божье спасение нашего, призрев милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, Всего брани, хотящие, хотящие, оплачившися на святую Русь, чающих, разделите и погубите единый народ и я. Восстань Божьей в помощь людям Твоим и подашь нам силой Твоей победу, верным чадам Твоим, О единстве русские церкви ревнующим, то спешествуй в духе братолюбия, укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачение умов и во ожесточение сердец ризу Твою, Я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергнем. Благодатью Твоей власти, придержащая ко всякому благу наставе, и мудростью обогатим. Вольны и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, Крепость Духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишеная крова и в изгнание сущие в дом введи, Алчущий напитай, недугующая и страждущая в крепи и исцели, Сметение печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сии, убиенным и от ран и болезней, скончавшимся, Прощение грехов, дары и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, Я же в Те, веры, надежды и любви, В оставе паки во всех странах Святой Руси. Мир единомыслия, друг к другу любовь, обновив в людях Твоих, Я, когда единими усты и единими сердцем исполився Тебе, Единому Богу, Троице славимому, Ты боясь его заступление и победа, и спасение убывающих на Тя, И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и присно и в обеки веков. Субтитры создавал DimaTorzok